Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали. Перед нами властитель гор, о котором слагают легенды. Перед нами тот, кто гоняет пун, как жалких котят. Перед нами тот, чья тень навевает благоговейный трепет. Великий андский кондор – птица из семейства американских грифов. Единственный представитель рода кондоров. Считается самой крупной летающей птицей западного полушария. Наш сегодняшний герой, несмотря на свою внешность, совсем не адский. С преисподней этот пернатый никак не связан. Все как раз так и наоборот. По поверьям местных индейцев, кондор – это властитель верхнего мира. Да и фактически, этот гордый птиц ниже трех тысяч метров над уровнем моря никогда не опускается. Горы Анды – вот его обитель. Представить нашего героя несложно. 15 килограмм веса вкупе с трехметровыми крыльями, помноженные на чистейшую брутальность. Вот и получилась не только самая большая западная летающая птица, но и самая тяжелая летающая птица в мире. Контрастное оперение сочетает в себе черный и белый цвета. Последние окрашены широкие каймы второстепенных маховых перьев, а также пуховой воротник. Ханский кондор – единственный представитель своего семейства, обладающий половым деморфизмом. То есть у самцов голова украшена мясистым темно-красным гребнем, а кожа на шее образует складки. Андский кондор был впервые описан Карлом Линейм в 1758 году. Однако наскальные изображения кондора появились еще две-три тысячи лет назад, а европейцы впервые столкнулись и описали птицу в 1553 году. Андский кондор является одним из символов Ант и считается национальным символом Аргентины, Перу, Боливии, Чили, Колумбии и Эквадора. Андский кондор изображен на гербах Чили, Боливии, Колумбии и Эквадора. С такими большущими габаритами, ловким летуном кондору никак не сделаться. Даже подняться с земли без разбега у нашего героя не получится. Но оно андскому кондору и не надо. Во-первых, грудные мышцы не те, слишком слабенькие для частых взмахов. Во-вторых, беспрестанно махать гигантскими культяпками – дело весьма энергозатратное. Ну а в-третьих, к чему эта суета? Прыжок с ошеломительной высоты. И вот кондор, как дельтаплан-беспилотник, безмятежно парит в Поднебесье, ловя крыльями потоки воздуха. Так, без единого взмаха, гигантский пернатый может преодолеть до 172 километров. Несмотря на свой грозный вид и впечатлительные габариты, охотится наш американский друг исключительно на падаль. Ни детей, ни животных эта птичка не таскает, несмотря на роман Жуля Верна «Дети капитана Гранта». Да, ниша поедания падали далеко не самая почетная, но местное зверьё батьку кондора уважает не только из-за размеров. Гордый санитар гор зачастую единственный, у кого достаточно мощный клюв, чтобы разбить кости и добраться до мозга. Это обеспечивает ему безоговорочный респект от других хищников поменьше. В поисках свежей падали кондоры в основном используют своё великолепное зрение. Кроме поиска добычи, они также тщательно наблюдают за другими, находящимися поблизости птицами, воронами и другими американскими грифами. Но если с собратьями птицами у кондора полное взаимопонимание и творческий симбиоз, одни находят падаль, а кондор её потрошит, то с пумами и волками кондор поступает не больно-то благородно. Их добычу, недоеденную и припрятанную на потом, он нагло отжимает, вынуждая хищников охотиться в два раза больше. Кстати, кондоры вполне могут обходиться без еды несколько дней подряд, а затем за раз съесть сразу несколько килограммов мяса. Иногда после обильной трапезы они даже не способны сразу подняться в воздух. Из-за диких размеров и опасного клюва у андских кондоров в дикой природе нет врагов, поэтому птицы доживают в среднем до 70 лет. Однако долголетие и отсутствие врагов привело к тому, что естественный прирост личного состава идёт крайне медленно. В пору любви кожа на голове самцов набухает и заметно изменяет свой цвет от бледно-розового до ярко-жёлтого. Приближаясь к самочке, он надувает и вытягивает шею, выпячивает грудь и шипит. После этого он расправляет крылья и в таком положении стоит перед самкой, цокая языком. Кондоры — это моногамные и весьма ответственные родители, но яйца они откладывают всего один раз в два года. Почему так редко? Судите сами. Два месяца уходит на высиживание, полгода — на вскармливание, пока птенец не встанет на крыло, и ещё полгода на то, чтобы научить детёв уму-разуму. Лишь тогда юный повелитель гор готов к самостоятельному отжиму еды у настоящих охотников. Вылупившиеся птенцы, покрытые густым серым пухом, и сохраняют такой наряд до тех пор, пока они вырастут до размера взрослых птиц. Замечено, что птенцы принимают за родителей любой предмет, увиденный ими сразу после рождения. По этой причине кондорам, размножающимся в условиях неволи, рядом с гнездом устанавливают пластиковый манекен взрослого кондора. В будущем это поможет ему быстрее адаптироваться в дикой природе. Кстати, у больших групп кондоров хорошо развита социальная структура, в которой старшие птицы, как правило, доминируют над младшими, а самцы над самками. А ещё у андских кондоров имеется необычная для других птиц привычка испражняться на собственные ноги. Попавшая на кожу моча испаряется и тем самым способствует охлаждению организма. Вследствие такого поведения ноги птиц очень часто исперещены белыми прожилками мочевой кислоты. Однако в эту бандитскую идиллию внёс свои коррективы, как обычно, голый обезьян, прежде всего своим вопиющим невежеством. Конечно, объявить кондора священной птицей и опорой солнца очень мило со стороны аборигенов, но загвоздка в том, что эти регалии от мракобесия местного населения не спасали. Считалось, что внутренние органы и кости птицы целебны. К тому же мясо у кондора сочное и жирное. Так что, что обезьяноподобным мешает подбить такого бройлера из стреляющей палки? Правильно, ничего. До сих пор в Южной Америке существует варварская традиция, по которой птицу, олицетворяющую индейцев, и быка, символизирующего конкистадоров, привязывают друг к другу и наблюдают за схваткой. Считается, что если символ аборигенов проиграет битву, то это предвещает большую неудачу. Ну а позже лысые приматы приписали кондору клептоманские наклонности в отношении домашнего скота. Потому птиц регулярно отстреливали, то во славу медицины, то на пользу сельскому хозяйству. Сейчас этот вид в списке тех, что под угрозой исчезновения. Однако люди все-таки вовремя спохватились, и сейчас активно ведут работы по его сохранению. Ибо жизни андских кондоров тоже важны, потому что они санитары андских гор. А как вы думаете, люди хоть когда-нибудь перестанут верить в свою придуманную дичь и перестанут убивать ради своих обрядов окружающую их природу? Или этого никогда не будет? Пишите свое мнение в комментах. Обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши памлики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok